Здравствуйте! С вами Марина Романюк, программа «Неделя города», где в ближайшие полчаса журналисты нашей телекомпании расскажут о важных темах очередной рабочей пятидневки. Без сюрпризов. Экзамен ГИА для девятиклассников стартует 26 мая. Технологический суверенитет как самоцель. На съезде промышленников и предпринимателей Павел Молков предложил инвесторам зайти в регион основательно. Счастливый брак – это реально. Известный семейный психолог снова в Рязани. В Министерстве образования Рязанской области рассказали об особенностях проведения школьного экзамена ГИА. Принципиальных отличий от прошлых лет нет. Пройдет он в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Первая часть – с 26 мая по 1 июля. В этом году только один человек будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Сдать испанский язык желающих не нашлось. Такими экзотическими подробностями поделилась Ольга Щетинкина, министр образования и молодежной политики Рязанской области. Всего в этом году сдают ЕГЭ порядка четырех тысяч одиннадцатиклассников. А вот желающих уйти после девятого стало в два с половиной раза больше. Теперь о структуре экзаменов. В девятых классах для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена. Из них два экзамена обязательных – это русский язык и математика, и два экзамена по выбору. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только два экзамена. В одиннадцатых классах для получения аттестата необходимо сдать два экзамена – это русский язык и математика. Причем математика может сдаваться на любом из двух уровней – это профильный или базовый. Как и обычно, сдача экзамена будет проходить в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Для выпускников основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. В регионе уже оборудованы 34 пункта для сдачи ГИА. Четыре пункта оборудованы на дому для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все вопросы, входящие в контрольные измерительные материалы, формируются исключительно на основе школьной программы. При этом мы с вами должны понимать, так как единый государственный экзамен включает в себя две составляющие – это окончание школы и поступление в ВУЗ, то уровень сложности заданий различный. Для того, чтобы закончить школу, нужно преодолеть минимальную границу. Мой опыт показывает, что минимальную границу, если ты учился на АТРИ, можно преодолеть. Минимум по русскому языку 24 балла, по математике 27. А вот одно из немногих нововведений этого года на экзамен по истории выделят на полчаса больше. При этом изменится не количество вопросов, а их содержание, добавят про период Великой Отечественной войны. А вот что осталось классическим, так это наказание за шпаргалки. Удаление с экзамена без возможности пересдать, только в следующем году. А вот на экзамен можно взять прозрачную бутылку воды без этикетки и шоколадку без фольги. Определен и единый день выпускного. 24 июня. Близость к столице – это не столько проблема, сколько большие возможности. Весь громадный рынок сбыта московской агломерации полностью к нашим услугам. Чтобы мы не произвели, от зажигалок до тяжелых станков, абсолютно все находят своего покупателя. Такими словами начал свое выступление на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, главная преграда для экономического роста – низкая скорость принятия решений. Вот поэтому в регионе все подобные процессы ускоряются. С точки зрения инвестора, Рязанская область – место идеальное. С этого начал свое выступление на съезде РСПП Павел Малков. 180 километров от Москвы две федеральные трассы и две железнодорожных магистрали. Только пассажирских поездов в регионе ежедневно больше 40. В области также огромный запас энергетики. Ну а вот теперь вопрос. Почему при таких преимуществах Рязань давным-давно не превратилась еще в такой рай для инвесторов? Вот ответ здесь, на мой взгляд, очень простой. Это скорость принятия решений. Очень низкая скорость принятия управленческих решений. Вот абсолютно негибкая система. Тарак Нварович сегодня тоже об этом говорил, про сокращение избыточных требований. Вот пример. Я еще в самом начале работы встретился с одним инвестором из сферы сельского хозяйства. И он рассказал, что уже три года ходит со своим проектом по инстанциям и не может его согласовать. Три года. За это время у него стоимость проекта выросла с двух до пяти миллиардов. И там самого строительства-то всего было на год-полтора. Он три года бегает с бумажками и не может это строительство начать. То есть вот этот виртуальный бюрократический мир сложнее реального мира настоящего. Этот случай, можно сказать, стал отправной точкой больших изменений. По инициативе губернатора в Рязанской области все бюрократические процессы были значительно ускорены. И это не осталось незамеченным на федеральном уровне. Самое главное, что действительно с приходом вашего в кресло, даже не в кресло, на позицию губернатора, и скорость принятия решений, освоения действующих механизмов, и уже подходы к снаряду по новым механизмам поддержки, они уже все в работе. Рязанская область сегодня использует все федеральные меры поддержки по индексу промышленного производства. Регион второй в ЦФО и девятый по стране. И будет только прибавлять. У Рязанского региона много преимуществ и много возможностей. Мы открыты для диалога, готовы к сотрудничеству и к реализации самых амбициозных проектов, которые отвечали бы современным вызовам и потребностям страны. Важнейшее из них – обеспечить технологический суверенитет. Заключил Павел Малков. Начало недели выдалось для рязанцев не самым приятным. Рязань превратилась в настоящую Венецию. Резкое потепление и обильные осадки спровоцировали подтопление жилых домов. Губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале заявил, что из-за подъема уровня воды перекрыта часть низководных мостов. Установлены соответствующие знаки. На местах проводится работа с жителями. Жизнеобеспечение не нарушено. При необходимости людей эвакуируют. Организованы лодочные переправы. Впрочем, Паводок стартовал не только в области. Он добрался и до жилья в самой Рязани. Весь этот водный мир случился с Рязанью на выходных. Оттепель вкупе со снегопадом превратили лед на дорогах в кашу, а затем и в небольшие речки. От такого погодного комба не выдержали и линии контактной сети. Их кратило, они вспыхивали прямо на центральных улицах города. Полностью движение троллейбусов восстановили только к утру понедельника. Ливневки работали с перегрузом и явно не справлялись. На их расчистку коммунальщики бросили дополнительные силы. Но в итоге разлив стал угрожающим не только для частного сектора, но и для территорий жилых комплексов. В воскресенье, например, залило территорию возле ЖК Паруса на Солочинском шоссе. Всем этим рязанцы с удовольствием и без делились в социальных сетях. Впрочем, в районах ситуация была не лучше. В Александроневском районе река Хупта поглотила низководный мост у деревни Норовка. Уровень воды там сегодня выше полотна моста на 185 сантиметров. А в Ряжске вообще произошел казус. Под воду ушла целая фура. В управлении МЧС Паризанской области акцентированно уточняет, что мужчина ехал по закрытому огражденному песком участку подтопленного моста через всю ту же реку Хупта. Кроме того, там были установлены запрещающие знаки. Сейчас оперативная группа ГУ МЧС в составе пяти человек пытается вытянуть затонувшую фуру. Им помогают специалисты поисково-спасательной службы на воде в составе десяти человек и двух единиц техники. Помимо Хупты, похожим образом ведет себя и АК. Согласно сводке спасателей, в черте Рязани ее уровень повысился на 12 сантиметров. Под угрозой половодия также Касимов и Старая Рязань. В настоящее время на контроле главного управления МЧС России Паризанской области подтопление 11 низководных мостов. Движение транспорта по ним прекращено. Установлены ограждения и запрещающие знаки. Проведено оповещение населения. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В том числе решены вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения. Эвакуации населения пока не требуется. Сегодня ситуацию немного исправила минусовая температура. Большая часть талого снега подзамерзла. Впрочем, совсем скоро постоянно плюсовые значения. А значит, это время на передышку надо бы использовать правильно. С уборкой тротуаров этой зимой, скажем честно, мы не справились. Ледяные дожди оказались для нас в новинку. Поэтому подготовку к следующей начнем уже в мае. Упор сделаем на закупку специализированной техники. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Природные катаклизмы и реакции на них властей стали темой номер один. Половодие в Рязани уже не за горами. Несколько рек уже вышли из берегов. В Ряжском, Пронском, Сапожковском и Спасском районах потоплены жилые дома. Один из низких мостов уже под водой. Сегодня важно все такие случаи держать на контроле. С этого начал заседание правительства Павел Малков. Погода нам помогать не будет, уточнил он прогноз синоптиков. На следующей неделе сплошь плюсовые значения. Алгоритмы действий у нас отработаны. КЧС проведены. Обязательно должно быть налажено жизнеобеспечение всех населенных пунктов. Это вот первая речь идет, мы говорим о тех селах, которые окажутся полностью отрезаны водой. Такие территории у нас есть, все их знаем. Надо минимизировать неудобства для жителей, обеспечить продуктами, медициной, связью. Я прошу глав администрации муниципалитетов круглосуточно отслеживать обстановку лично. Готовь сани летом. Этот девиз сейчас станет основным. И к следующей зиме начнем готовиться уже в конце весны, заявил Павел Малков. И вроде бы движение вперед есть. В этом году закупили много снегоуборочной техники, впервые применили современные реагенты, открыли новые полигоны для снега. Но погода подкинула несколько новых задач, на которые, в общем-то, мало кто рассчитывал. Надо честно сказать, что из-за ледяных дождей с уборкой тротуаров мы не справились. В таких масштабах для нас это явление новое. Фактически вторую зиму такое происходит. Поэтому к следующей зиме нужна специальная компактная техника для механизированной уборки тротуаров и специальный гранулированный реагент. Ремонт легкоатлетического манежа «Юность» стали проводить после личного указания губернатора. Нашли деньги в резервном фонде, но сейчас там, по словам местных жителей, все работы встали. Возникли вопросы. Когда вскрыли дорожки легкоатлетические покрытия, увидели, что бетонный пол практически рассыпался. И если это не забетонировать и не заармировать, то новое покрытие недолго продержится. Спасибо, Павел Викторович, что поддержали еще раз и приняли решение о выделении дополнительных средств. Сегодня выходят документы из экспертизы. С подрядчиком мы решили все вопросы, он возобновил работы. В настоящее время армирование оснований началось, дальше бетонирование. Срок был, потом укладываем покрытие, оно закуплено. Срок был апрель, его необходимо продлить. Но зато это будет гарант качества работы и долговечности покрытия. Продление сроков окончания ремонта «Юности» до июня. Задержка серьезная, заявил Павел Малков, но качество ремонта здесь все-таки в приоритете. Поэтому спортсменам придется еще немного потерпеть. Тот самый ледяной дождь и порывистый ветер стали причиной аварий на нескольких участках контактной сети. Об этом тоже говорили на правительстве, но чуть ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина подняла тему на отдельном совещании. По прикидкам на замену контактной сети троллейбусов необходимо порядка 800 миллионов рублей. В минувшее воскресенье в Рязани произошел серьезный порыв сразу на двух участках троллейбусной контактной сети. Причина – сильный ветер и налипание мокрого снега. Две ремонтные бригады на Первомайском проспекте и улица Юбилейная работали всю ночь и к утру аварию устранили. Но подобная ситуация может повториться. Об этом говорили на оперативном совещании в городской администрации. Например, на Московском шоссе сеть используют аж с 1980 года. Она предельно изношена. Несущие тросы не выдерживают. Явно нужна масштабная замена. Давайте обсуждать, показывать приоритетные участки. Вот то, без чего мы не сможем. Вот те участки, где мы понимаем, у нас ситуация может повториться. Вот их надо делать в первую очередь. Сегодня на правительстве эта тема тоже стала одной из основных. Мы с вами обсуждали, что у нас есть наиболее изношенные линии, которые нужно в первую очередь будет под замену пускать. Вот это они? Да, Павел Викторович, именно те участки, которые мы с вами обсуждали, первоочередные. Спасибо. Я, кстати, рад, что троллейбусы на автономном ходу уже показали свою эффективность. Помню, была дискуссия. Не нужны они в таком виде. Это хорошо. Приблизительная цена замены всей контактной сети города – 800 миллионов рублей. Но, по словам Артема Бранова, цитата, «в городском бюджете таких средств нет. Частный условий к софинансированию может предоставить областной бюджет, но его возможности не безграничны». Министерство транспорта региона подготовило и направило заявку в федеральный центр. Решение проблемы рассчитывают значительно ускорить с помощью участия в федеральной программе. Март 2023 уже подобрался к своему экватору, однако о наступлении климатической весны говорить в полной мере пока не приходится. Метеорологическая обстановка далека от стабильной. И, как обещают синоптики, климатическая свистопляска сохранится на большей части Русской равнины минимум до середины календарной весны. В Бизанской области зима и весна по-прежнему соревнуются в силе. И пятница, 17 марта, стала очередным полем боя. В регионе вновь осадки, небо плотно затянуто облаками, дождь с мокрым снегом в отдельных районах, вероятно, налипание на проводах и ветках деревьев. Атмосферное давление чуть выше нормы – 750 мм ртутного столба. Что же касается температуры воздуха, то она в течение дня прыгает. Если под утро еще возможен слабый мороз до минус 2 градусов, то днем тепло – плюс 1, плюс 6 по Цельсию. Такие перепады – благоприятные условия для возникновения гололюда и гололедицы, о чем рязанцев предупреждают синоптики. Ветер северный ночью 4,9 м в секунду, днем окреп до 6,11 м в секунду. Выходные погоды улучшатся за счет высокого атмосферного давления, которое принесет с собой скандинавский антициклон. В ночь на 18 марта по востоку области пройдет небольшой снег. Днем 18 марта без осадков, ветер северный на четверти умеренный. Температура воздуха в ночные часы ожидается до минус 5, минус 10 градусов, днем минус 1, плюс 4 градусов. Среднесуточная температура воздуха соответствует климатической норме на дорогах гололедца. В воскресенье 19 марта ожидается погода без осадков, с переменной облачностью, ветер восточный, слабый. Температура воздуха ночью ожидается минус 6, минус 11 градусов, днем 0, плюс 5 градусов. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус на дорогах гололедца. Предварительно в понедельник 20 марта также ожидается погода без существенных осадков. Ветер южной четверти слабый. Температура воздуха ночью минус 1, минус 6 градусов. Днем 3, плюс 8 градусов. Но по ночам вместо мартовского тепла будут зимние морозы. Перед рассветом холодает до минус 6, минус 8, местами до минус 10 градусов. Днем не выше нуля, плюс 5. В апреле 2023 года, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, аномальных морозов, снегопадов, конечно же, не будет. Но назвать погоду по-настоящему весенней тоже будет нельзя. Ожидаются перепады температурного фона, ночные заморозки, частые осадки, шквалистые ветра. Дисбаланс между дневными и ночными показателями температурного фона окажет негативное влияние не только на самочувствие пожилых и метеозависимых, но и скажется на вполне здоровых молодых людях. Модернизация библиотек в современной России, а также их роль в реализации национального проекта «Культура» обсуждается в Рязани на Всероссийском форуме. Эксперты говорили о фондах и электронных ресурсах библиотек в цифровой среде, о проблемах информационной безопасности, оценили потенциал креативных индустрий и IT-технологий в развитии книгохранилищ, а также компетенции специалистов в области информационных технологий. Всероссийский форум «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура»» стартовал 14 марта. Сегодня на базе областной научной библиотеки имени Горького прошла центральная экспертная сессия. Среди организаторов правительства Рязанской области, Министерства культуры и Министерства цифрового развития информационных технологий и связи региона, Российская государственная библиотека, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, а также Общественная палата региона и Рязанское библиотечное сообщество. В очередной раз наш форум становится масштабной площадкой делового общения, обмена опытом передовых библиотек страны. Как уже сказала Наталья Николаевна, только за пять лет в нем приняли участие более 50 экспертов и тысячи очных участников. И сегодня в деловой программе более 300 представителей из 45 регионов от Адыгеи до Ямала Ненецкого автономного округа. Более 1200 библиотек разных форм, от общедоступных до школьных, сегодня успешно работают в Рязанской области. А вот старт модернизации библиотек, мы все помним, был дан еще в 2002 году, когда в рамках общероссийского проекта создания модельных публичных библиотек на селе в четырех регионах России, в том числе Рязанской области, были открыты первые пять модельных библиотек, снабженных техническими средствами и укомплектованных современным информационным потенциалом. 2005 год был новым этапом развития библиотек. В результате 96% библиотек региона были модернизированы. С тех пор библиотеки – яркое явление в культурной жизни. С 2019 года национальный проект «Культура» открыл следующий этап. Тогда же стартовал форум, который с тех пор является стратегической коммуникативной площадкой национального проекта «Культура» для специалистов в области библиотечного дела, органов власти, общественных деятелей, представителей некоммерческих организаций и бизнеса. Прежде всего я должен сказать о значительном событии, которое произошло в сфере культурной политики и во многом является определяющим для всей текущей работы библиотек. Имею в виду введение указом президента Российской Федерации новой редакции основ государственной культурной политики, вышедшей 25 января 2023 года. Поставленные в документе задачи актуализируют положение основ 2014 года применительно к сложной ситуации в жизни нашей страны. Одной из основных целей культурной политики является укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение единого культурного пространства страны, обеспечение межнационального и межрегионального мира и согласия. Очевидно, что сформулированные задачи близки и понятны нам, библиотечным работникам. Торжественные мероприятия форума в этом году посвящены празднованию 165-летия Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Дата значимая в жизни региона. Вокруг нее в этом году будет немало мероприятий, но и форум во многом построен вокруг юбилейной цифры. Почему спустя долгие годы отношений мужчина так и не предлагает жениться? Почему, несмотря на все усилия, он все равно ходит налево? И что делать, когда, кажется, уже ничего не связывает? Разводиться или все же попытаться сохранить брак? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые однажды появляются в голове у каждого человека, может дать Сатия. Живые семинары «Три лекции до счастливого брака» пройдут в Рязани 21-23 марта, и у жителей города есть уникальная возможность задать вопросы знаменитому эксперту. Сатия – известный специалист по семейным отношениям. 4,5 миллиона подписчиков в соцсетях – в наше время это явный показатель доверия людей к тем знаниям, которые Сатия транслирует в блоге. Колоссальный опыт, более 7,5 тысяч консультаций для мужчин, женщин и семейных пар, стал основой для написания 17 книг. Своим собственным примером он демонстрирует счастливый брак. Это реально. Сатия 30 лет счастливо женат на одной женщине, вместе с которой они растят сына, в полной семье, что для многих – предел мечтаний. Кто задаст умный интеллигентный вопрос, тут же получат благословение на счастливую семину жизни. Услышь, что тебе сказал дяденька мордательный, и прими, кто-нибудь заберет у девушки микрофон. Прежде чем стать великим мужчиной и женщиной, нужно стать мужчиной и женщиной в принципе сначала. Стресс мужчину закаляет и развивает, а женщину тащит на кладбище или в дурдом. Вот так просто и с юмором он говорит о тех вещах, которые обычно принято усложнять и драматизировать, выражаясь энциклопедическими терминами. У Сатии все иначе. Живой диалог с залом, разбор конкретных ситуаций, легко, с искрометным юмором, при этом с пошаговым планом действий, которые приведут к решению даже самой безвыходной ситуации. Ведь каждый из нас однажды отчаивается и допускает мысль «все кончено» или «это невозможно». Сатия поможет разобраться и посмотреть на собственную жизнь под другим углом. Его знают и любят блогеры, музыканты, актеры, наставники и философы. Юмор, твой чувак. Симпатия у меня к нему была с самого начала. Несмотря на все хихихоньки, да хаханьки, он очень серьезный дядя. Классный, живой человек. Его невозможно не знать. Настолько яркая личность. Для меня он, конечно, духовный наставник, потому что он зрелый, он зрелый человек в духовной практике. Куда ты не зайдешь в интернет. Будут говорить о Сатии и о том, какой он веселый, светлый человек. И я помню, для меня было очень важно от него получить благословение на свою деятельность. Ему подобно называют врачами. То есть они просто лечат наше общество. Сатия – это мудрец нашего времени. И благодаря его знаниям, силе разума и мудрости многие люди будут возвышать свой уровень жизни. При этом доступны знания Сатии многим. Цены на семинары и курсы таковы, что позволить себе их может человек любого достатка. При этом после встречи с экспертом у слушателей кардинально меняется мышление, отношение к себе и обстоятельствам, и, как следствие, жизнь. Всегда в сторону счастливых отношений и взаимопонимания. Узнать ответы на свои вопросы, найти ту самую путеводную нить и крепкую руку помощи можно. 21-23 марта в семинар Сатии в Рязани, в конгресс, отель и форум. Не упустите свой шанс. У меня все новости к этому часу. Больше на сайте и в социальных сетях телекомпании «Город». До свидания. Лечение варикоза вен лазером на современном оборудовании. Лазерная операция не требует госпитализации, отличается быстрым восстановлением и хорошим косметическим эффектом. Все процедуры выполняются опытным флебологом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова